Где тут Лена? А, все, вот Лена. Лен, там твоя конкурентка стояла, ты видел? Настоящие, блин, настоящие 150 тысяч рублей. Всем здорова, друзья, вы на канале Чернов, меня зовут Денис и это значит, что сегодня я подготовил для вас очередной, но очень крутой. Мой пранк с пацанными свиданиями, Саня даже специально приехала в Москву, ради нас. Да, из Москвы, а не в Москву, вот, и Рома, короче, он здесь был. Обязательно смотрите этот ролик до конца, я думаю, что будут топовые клиенты сегодня. Подписывайтесь на Санин канал, ссылочка в описании, подписывайтесь на Ромкин канал, ссылка на Наташку в описании. Лайки, подписочки и комментарии, давайте, начинаем смотреть. В туфлях, ебать пакетом. Привет. Привет. Че, потерялся? Ну, в сраку. Че, как дела? Вон твой заказ. Какой заказ? Че ты там? Коврик. Че за коврик? Связал который? Конечно. Че, как? Ммм. Кофе попил? Пекарню буду там, кофе пить. Оппился. Оппился? Я же 12 часов-то пью. Пьешь, пьешь, все, да. Но, побыстрее печку наметну. Конкретно хочешь быть ближе друг к другу, значит? Конечно. Так и надеялась, да. А че у тебя давно не было, что ли, шпак или че? На уже. Попутно тоже переписываюсь с подружкой. Вот. Пока посидим в парке, пообщаемся, ближе познакомимся. А там уже и дальше, не знаю, видно будет, че будем делать, да? Конечно. Вроде хороший. Прошу обращения, не хотите ли купить специальную, древнюю, древнюю достаточно свечу Сергея Мироновича Кирова? Сергей Мироновича Кирова, который в 1934 году, именем которого был этот город, всего 10 тысяч рублей. 10? 10 тысяч рублей, самого Сергея Мироновича Кирова. Посмотрите, пожалуйста, потрогайте, посмотрите. 10 тысяч рублей. Даже она, она еще. Человек, именем которого наш город назван, его, собственно, свеча. Пахнет так вкусно. Тебе надо? Нет, зачем? Обычно, обычно 20 тысяч, сегодня всего 10 тысяч. А 20 она даже стоит? Да, обычно 20, сегодня 10 тысяч рублей специально для вас, красивой девушки. Блин, да как-то дешево, блин. Ой, дорого, то есть, дешево. 10 тысяч, у меня уже 3 человека хотели купить по 15. На, серьезно, я даже не верил. Может, подешевле можно как-то? Прошу прощения, сегодня, сегодня и так самая дешевая цена, самая дешевая цена. Так-то прикольно вроде. Да, 10 тысяч всего. 10? Да-да-да, 10 тысяч рублей. Блин, так вкусно пахнет. Романтично будет, наверное. Так, эксклюзивно пахнет-то, конечно, вообще. А? Да-да-да. Короче, Светка купила вот такую свечку, какого-то Кирова, короче. Всего за 10 тысяч рублей. Суси копей. Представляешь? Офигеть. Люблю такие спонтанные покупки, вообще. Сейчас вот тетка звонила с Липецкой, я говорю, тетушка, еду на свидание. Ну, давай, чтобы все было у вас хорошо. Вон, что-то еще ходит, продает торгаш-то. Что-нибудь опять в тюхе. Я вот таких, честно говоря, не перевариваю. Это что, почему? Ну, не знаю, не перевариваю. Ты не замирала? Нет, привыкла, знаешь, к холодам-то, я же, что, я вообще родом-то с северного района, то есть, я привыкла, я закаляюсь вообще, как бы. Вот еще хотел вам предложить, у Сергея Мироновича Кирова была жена Мария Львовна Маркус, вот это первые цветы, которые она ему подарила практически 100 лет назад. Вообще они стоят 50 тысяч рублей. Сколько? Всего 30 тысяч для вас только. Так это дорого, вы что? 30 тысяч. Дорого. Могу сделать скидку? Не-не-не, дорого-дорого-дорого. Какую скидку-то? Давайте, 29 500. Ну, давайте. Вот здесь 500, да, хорошая цена, мне кажется, соответствует. Так, 500 рублей, да, с меня? Это еще! Эл, сука! Сейчас я 500 рублей, да, что-то, вы одержите. Как кружечка, короче. Вначале чай пили, наверное, потом здесь сделали цветочницу. Конечно, конечно, естественно. Вот, пожалуйста. Все, видите, как хорошо. А что у вас еще есть? Ой, у меня много всего интересного. Вы здесь часто, да, бываете там? Сегодня, да, сегодня по скидкам все дешево, продаем очень. Прикольно, блин. На столик декор такой будет. Я же дорогу перешел. Ага. Туда пошел. Ну? Ооо. Я же от автостанции пешком сюда шел. Вдруг это недалеко. Вот. Что тут прогуляться-то? Вон 10 минут в 40. Я, ну, спросил, конечно, где дворец Пионеров. Вот до этого светофора, потом до этого светофора. А потом уже как-то пошел-пошел. Потихоньку начал вспоминать. Я же в 8-м году уехал отсюда. Мамкину в квартиру. И оказался я в деревне. Вот. Я потихоньку чуть-чуть ходил. Что, опять от Кирова что-то? Последние коллекции? Нет, нет, нет. Сергея Мироновича Кирова. Сергея Мироновича Кирова была жена Харчат от Сергея Мироновича Кирова. Серебряная, что ли? Серебряная? С вас? Шутка. Хотел сказать, с вас 100 тысяч рублей. Это как копилка. Да. Серебряный, с золотом внутри. Медведь. Специальный. От внебрачного сына Сергея Мироновича Кирова Джонни Синса. Тот самый Джонни Синс. Даже я историю, хоть это нормально в школе была история, но это я не знаю. Вы не знаете Джонни Синса? Я уверен, что вы не раз смотрели его в интернете. Не раз. Я уверен. О, я школу-то закончил в 88-м году, так. Джонни Синс, Саша Грей. Все вот эти наши, смотрите, раньше города Кирова не было. Появилась вот эта статуэтка, и вокруг нее после вятки образовался город Киров. Настоящая серебряная статуэтка. Только для вас 100 тысяч рублей. Только? Только для вас, да. Я ва***ю вообще. Ладно, я вижу, я вижу симпатичная девушка. 99 тысяч 950 рублей. Ты что, всего скинул, блин? 50 рублей? Ты что? 1050 всего скинул. Не-не, 100 тысяч было, смотрите, а теперь 99 тысяч 950 рублей. Обладатель данной статуэтки может отжиматься 21 раз просто без остановки. А при чем здесь это? Сколько раз отожмешься, столько минуты будет. 21 минуту тогда ты мне делаешь, хорошо? Доказано научным путем. Мужчина, вот вы 21 раз отжимаетесь. Я уверен, сегодня сможете это сделать. За сколько вы готовы ездить? Не знаю, ты за 90 хотя бы. С 90? Ну да. Эх! Давайте за 90, ладно. Что, правда, скините 10 тысяч? Ну я для вас, я свяжу, симпатично делаю. Повезло вам, конечно, такое схватили малышку. Давайте еще скидку, хотя бы 50 рублей. Просто разоряюсь сегодня, серьезно, разоряюсь. Давайте, я сейчас хоть спросил меня, новая закупка, пожалуйста. Сдачу-то, конечно, отдавайте. Так, хорошо. Да, сдачу, конечно, естественно, я же понимаю, я же не буду вас обманывать. Считаете, что я мошенник какой-то? Да нет, я же так не говорю, что какой-то мошенник. Как-то обидно будет. Блин, я так давно себе подарки не делала. А хочешь, я тебе ее подарю, может? Наоборот, я должен девушке дарить. Ну ты там мне что-то подарок какой-то же привез. Да, вон коврики. Коврик? Подарок, да, мне привез? Да. И измечальный киток, вот видите? Ну так покажи, что. Ой, так он еще этот. Я квадратический план сделал. Классно. Это мне правда, да? А сколько он стоит-то? Кто сколько даст нахрен, как говорится, я все это знаю. Лен, отступись-ка нахрен, Лен. Держи. Лен, отступись. Нет, 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 ничего не знаю. Мне так неудобно через тебя будет, честное слово. Приехал, ну, в перчатках, да? И сразу же джумбериться хочешь? А? Ну, сразу же джумбериться хочешь? Да? Да. А если бы без перчаток руки бы замерзли, да? У тебя мозоли вон на руках-то. Высого что ли гоняешь? Почему? Ну, а что у тебя все руки в мозолях? Давно не было, блин. Как говорится, от скребка. От скребка? Ну. Что? Гоняешь? Да нет. Что ты ляг? Что, пойдем? Так я на машине. Ну, так-то как бы общая с братом множда. Садись, что, в сороку. Что ты говоришь, туда или сюда? Саша, приветик. Что, замерз что ли? Обнять даже не можешь? Я замерз вообще. Ну, капец. Подник штановку что-то не делся. У тебя, привет. Что тебя от трясет так, колбасит? Похмелье что ли? Бухал вчера? Да, вчера. А что ты, надо было пивка взять? Своим сейчас. Ну, ты сегодня-то не пил? Прямо 150-ка выпил. Тебя колбасит из-за холода или тебе-то хреново? Так я тут сижу, с пол второй головы. А, ты просто замерз? Пошли в магазин. В магазин сразу с ракушкой, что ли, пойдем? Нет, сейчас подождите, тут по работе у меня парнишка должен подбежать. Быстренько так, вот, как раз звонит. Что, вы на месте? Да я тут в парке, ты далеко мне просто некогда? Ты далеко? А? Нет, я тут уже, тут, тут. А, вон, вижу. Вижу, вижу, вижу. Давай быстрее, некогда. Ты сейчас по работе парнишка просто там. А что ты с собой-то, не мог что ли пивка-то сразу взять? Хреново, блин, выглядишь. Хреново. Видишь, блин, на, тебе удочки надо сразу, блин, бахнуть, что? Привет, с океаном. Привет, что? Соня, полкинет. 50? Не густо так-то. А, 50 уже? Конечно. Блин, ничего себе. С рынка нормальная у нас. Раз. Видно, сойдет. Раз. Четыре. Пять. Тебе пять тогда. Хорошо, спасибо. Все, тогда, до завтра, да? Да, что? Что, мальчик? А? Что, мальчик? Что, классно? Не интересуйся, блин. Хитрожопый, блин. Не вникай. Не вникай, блин. Так тут, что, через дорогу, что, в сраку? Четушку поди взять. Пойдем быстрее тогда, что? Вон, что, быстрее поможет, блин, на похмелку-то. Давай. Пиво? Я пока не буду, что, я днем не хочу. Прямо сразу же нахвастываться. Колу, я такой не пью, ты че? Вон, лимонад возьми, запить-то. Может, ты уже покатил? Я тебя угостить так-то хотела. Все, че, пойдем в сраку. Ну, сейчас бахнешь, как согреешься, сразу же в сраку. Утром ты состоял, взял 150. А, ты бахнул 150-то утром. Когда я выстягиваю, встану по лодинке и улыбью. Это я гублен. Как джумберится-то? Нормально? С похмелья самое то. А, да? С похмелья лучше даже? Знаешь, почему с похмелья хочется? Ну-ка, расскажи. С похмелья, дождь зрения. С похмелья организм дохнет. Не требуется возможности. Почему башка болит? Нет, потому что клетки мозга универяют. Но не восстанавливаются, конечно. Отпускают? Руки за голову! А есть подарим курдор, там танчик с черным цельсином. Алло, девушка, мне это неинтересно. Как иногда столько стоит сидеть, куда-нибудь, быстрые деньги, там, куда-то, да? Просто это ж... Я один раз взял, быстрые деньги, каждый день долг. Друзья, прошу прощения, здравствуйте. Я кировский блогер, видео для взрослых. А сегодня у нас проходит акция. Я смотрю, у вас молодая пара, красивая села. Смотрите, мы снимаем видео для взрослых. Ну, ты вот зачем такие вопросы задеваешь? Я прошу прощения, если вы проходите по параметрам, то вам достается 10 тысяч рублей. А, 10 тысяч? Да, 10 тысяч рублей достается вам специально от нас. Вам нужно будет показать мне грудь. Тогда 10 тысяч рублей вам достается. Если вы согласны, ваш мужчина не против? Я тебе как, блин, покажу грудь? Ты что, охранял, что ли, блин, у меня тут платье вообще-то? Я понимаю, но мы все посмотрим. Мужчина, вы согласны? Посмотрим вместе грудь? Я не знаю, предел наглости просто. Вообще капец какой-то. Залезть в машину и задавать такие вопросы, блин. Да, блин, хотя бы за 15, блин. Ладно, 15 тысяч рублей. То есть это ты хочешь на камеру мыщить? Да, так, все верно, абсолютно верно, чтобы весь Киров посмотрел ваши с... Но вы получите 15 тысяч рублей. Давайте все вместе. Си-ки! Ты вообще сталкивался с таким? Ты вообще адекватно нет? Ты что? Вы не будете показывать? Ты адекватно нет вообще. Так кто-то в чужую машину сел и хочет, чтобы тебе с... показали? Ну ладно, вы скажите, за какую сумму вы готовы показать с... Не меньше 20. Вы за принят. 20 тысяч рублей ваши, если вы нам показываете. Так, смотрите, при вас открывать... Ты открывай уже, переводи, чего. Пришла? Сейчас, подожди, еще нет. Ну ты его знаешь. Парень, ты больше так не делаешь. Мне уже сегодня три груди показали. Но остальные были дешевле. Схожу, честно, по два, по 10 тысяч согласились. А тут 20 тысяч рублей, так много я еще не платил. Реально пришло? У меня просто отец мэр города Омска, поэтому я... И что вы хотите, чтобы я вам просто... показала? Показывайте игру и я сваливаю. Все дымится, блин. Не надо снизить. Нет, вот только минут 10, наверное, подошла. Что-то тут прогулялась, туда-сюда. А сколько я? 28, а что? Что, не понравилось, что 28? Просто так спросил. Чего молчишь-то? Стесняешься, откромничаешь. А что ты меня мама раздавала? Ну знаешь, я вот так вот не особо люблю номера раздавать сразу же. Ну встретились, пообщались. Это катак есть? Ну есть, но я туда вообще сейчас не захожу. Не помню даже, когда последний раз там заходила туда. Что-нибудь погуляем? Куда пойдем-то? Про себя что-нибудь расскажи вначале. Что хочешь, что не хочешь? Лучше. А? Вот что я расскажу. Про тебя? Про себя. Блин, работа, дом в основном. Ну бывает, я путешествую, езжу. Ездила в этом году в Сочи. Потом ездила в Турцию, летала. Была в Москве, Чебоксара. Такой заработок-то все в интернете. Там занимаюсь рекламой, да что, да. А, мне вот похвастаться нет. В Ленинграде. В Ленинграде? Понравилось? Когда ты там был? Это же бывало пару раз, даже. Першит, першит, короче, горло. Чего? Да ты что испугался-то, блин? Да я на тебя не обольнюсь! Ром, погнали. Сейчас его догоню. Вот так вот, мальчишки и девчонки, будьте крайне осторожны. Потому что приходят на свидания вот такие вот безобидные, скромные, зеленые, женоподобные. Вы... Щенки, которые заливают бедных дам перцовым баллончиком. Ну что было дальше? Вы можете посмотреть на моем аккаунте в Bigalife по ссылочке из описания под этим видосом. Обязательно переходи, скачивай приложение и подписывайся на меня. Потому что там специально для вас я проведу стрим, прямой эфир, где расскажу про новые темы, про новый крутой образ. Ссылочка в описании, ребятки. Переходим. Машинки-то потеплее. Заведующий вчера дворак, мне хочется выручить, поработать. Некому работать. Ты в отпуске тогда? Как говорится, еду на свидание, да. Ага. Договорились, все. Как говорится, ну как я кину, ну как я потом ей в глаза буду смотреть, а? Крупу бросила, не стала. Дальше разговаривать. Тихо-много разозлился. Ну там, вместе работаем, надо все делать. Телек смотрю. Я говорю, я к тебе введу сейчас. Приходи. Немножко. Ты? Ну. Вчера что? Ну. Водочка? Ну, водочка. А в деревне что какая? Что ты думаешь? Коньяк что ли? Водка? Противешок? Ага. Рябинка на коньяке? Ну это и все. А что я сделаю? Ну и все. Надо было тебе везти рябинку-то на коньяке. Раньше в деревне брашку ставили, самогончик гнали. Сейчас, не, в нашей, может где-то в других областях. О, это. Ой, она что делает, в этих деревнях? Ну, у нас уже нет. Деревня упала. Она упала. Молодежи никого нет. Молодежи в город все уйдет сюда. В деревне пахать надо. Работает. Посевная. Силосование. Синокост. Уборочная. Чтоб летом куда-то съездить, отдохнуть, даже четкий в Липерск съездить. Этот, что ты, тут надо. Алло, Тенит? Алло. Что ты там? Давай этого, Луахан. Луахан тут тащил же. Мы тут Семером с мужиками ждем уже. Уже дымится вся шишка. Давай, я его еще приметил в этом, в пекарне. В пекарне буду там, кофе пить. Тут Ашот подъехал, Равшан подъехал, все подъехали. Давай, мы уже тут Семером гэнг-пэнг будем делать. Ну ладно. Чёст? Ну? Скоро, давай, 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 там заканчивай. Давай, меня уж дымится, шишка, давай. Давай, меня тоже дымится. Давай. Кореш мой. Не смешил ты, конечно. Добраться, написывай. Держи машину, держи машину. Я говорю, так я сегодня, блин, по делам. Тоже ведь у меня как бы и бизнес, там и все. Как бы хочешь целоваться сразу? Где я? Ага. Ну, сразу целоваться хочешь? Ага. Друг друга не узнали. Конкретно напрямую быть ближе друг к другу, да? Видишь и спрашиваю с Ракуна. Забыла, блин. Сегодня собралась в диагностическую эту поликлинику. Анализы хотела сдать и забыла, блин, представляешь? Да, ну, я и друзья. Чё? Послушал так. А чё? Так, ты уже тоже задымился? Жёстко. Задымился уже. Бегись, ты чё, сука? Рома? Ты чё? Я уже чё? Я договорился с Саней на хату. Я на хату сейчас договорился с Саней уже. Там Асоттермен, блин, и все дела. Ты чё? Ты мне клиент оскругнул, ты чё? Костя? Иди, давай, мать. Ты чё? Костя? Иди, иди, иди. Костя, так ты чего? Это брат, я тебе рассказывал, это же брат мой. О, иди. А ты чё, блин? Иди, уйди, Ракуна. Костя? Чё, блин, расстроился-то так, блин, расстраиваться-то сразу же, блин? В сраку-то, блин? Он чё, не знал, что ли? Рома, блин, холодно ведь, блин, без тварика-то, блин, ходить вообще как? Без шапки, блин? Я думал, он не побежит, я думал, он спокойно уйдёт. Такси спокойно узнал, давай снимайся по другу. Давай, угол. Ты побежал, он еб***ь, брат снимает, да. Он разговаривает адекватно, он просто на***ь конкретный деревенский мужик. У Роман здесь роль, конечно. Бам-бам, всё, хули. В главных ролях громко-мэджи хули. Просто показывайте, и я ухожу. Так, окей. Ну, вы прям достаньте её. Чё, нравится? Да, нравится. Достать? Да, достать нужно. Ну вот, нормально, всё, вы нам показали, отлично. Спасибо большое, я ухожу. Вечерний Омск. Счастливо. Хорошей вам ночи, ребята. Счастливо. В двадцатку, блин, просто на пустом месте вообще. Ты чё трогаешь-то? Ты чё, хотел сразу же, блин, руками что ли залезти ко мне в трусики? Просто так хотел воспользоваться? Ты думаешь, если я за деньги показала, блин, си... То идти меня можно лапать? Ты так считаешь? Всё, мы с тобой расстаёмся. Мы расстаёмся. Всё, можешь быть свободен тогда. Я и так свободен. Рома, чё? Извиняюсь. Тут ещё, короче, деньги человек послал. За того мужичка, которого джумберили, помните? Да. На квартире по кругу пускали. А чё здесь так мало? Шесть? Шесть пятьсот? Это вот этот джумберить можно хотя бы. Я не знаю, мне ещё не отзвонились. Не отзвонились ещё? Ага. Если позвонят, то да. Ну, он сам-то чё, не понятно. Не знаю. Ладно, что-то надо, давайте всё с ним. Просто хотел с тобой поговорить. Я на русском. Меня моя б***ь не слышит. Почему? Я вот не знаю. Понимаю же, человек рядом ходит, ей говоришь что-то, а она не слышит. Она просто тупо заходит мимо. А так вот так. Разлаялись просто, б***ь, в хлам. Алло. Да, да, сейчас, секунду. Алло. Чё там, давай этого лоха, на хату уже привози. Мы тут с мужиками уже всё готовы. Я даже верблюда привёз. У верблюда шишка дымится. Когда уже этого нового нам на хату привезёшь? Рома мне сейчас деньги отдал. Тебе уже деньги за него отдали. А-а-а. У нас уже у всех просто до неба, старичок. Всё, давай, 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 всё, сейчас, давай. Давай, мы уже все готовы. У меня уже плётка есть, всё есть. Вазелина взял, сколько, давай, да? Хватит, надо. Всё ждём на хате его, шумберить будем все вместе, давай. Что, поехали на хату тогда? Нет. Ну, ты всё тогда, блин. Я тогда поехал дальше по работе, чё? Блин, так и бы сразу бы, блин, сказал, что не понравилось, да и всё. Я просто увидел, что у тебя кусает-то. Увидел? Чё увидел? А к это, блин, чё? Сразу бы и сказал, что не поедешь, да и всё, я бы тут, блин, не бегала бы, нафиг, чё? Так чё бегать-то, блин, чё бегать-то, блин? Ладно, чё тогда? Пока, блин, чё, фигля, чё? Пока, чё? Ну? Как дебилы все трое встали и снимают. Я вах... Чувак непробиваемый, ему вообще пух на всё. Вообще похуй. Какие-то детали. Но когда он увидел шланг вот так вот, он смотрел вот так вот. Вот так вот. Короче, меня парни заставили идти в столовую сегодня в образе, чтобы поснимать реакцию. Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. В эфире Вечерний Киров и я, её несменная ведущая, Чернова Елена Сергеевна. Сегодня мы узнаем у прохожих, страшно ли им ходить по улице. Извините, пожалуйста, Вечерний Киров, парочка вопросов. Вам страшно ходить вечером по улице? Мы не ходим вечером. Они не ходят вечером по улице, поэтому по улице будем ходить мы. Первый мужчина, первый мужчина, пожалуйста, пару слов, пожалуйста, пожалуйста. Для канала Вечерний Киров, я Елена Сергеевна, её несменная ведущая. Сань, пойдём за мной. Девушка, пару вопросов, молодой человек. Несколько вопросов по поводу Вечернего Кирова. Как вы считаете, Вечерний Киров достаточно интересная передача или это всё как вот... Как вы думаете, без комментариев, это он, это известный очень человек. Я не смотрю телевизор. В сраку говорите, Сань, снимай, Сань, снимай. Да это не по телевизору, это всё на YouTube-канале у нас. Саня, снимай. Снимай, я тебе говорю, блин. Вечерний Киров остановитесь, пожалуйста, на несколько печальных вопросов. Ответьте, пожалуйста, в сраку. Представьтесь, пожалуйста. 31 год, Юрий. Вас зовут Юрий, очень приятно. Всё, Саш, пойдём дальше снимать. Всего хорошего. Саня, быстрее. Это я, несменная ведущая, Елена Сергеевна, пожалуйста, ответьте на пару вопросов. Слишком ли умный у нас народ в Кирове? Саня, ты где? Саня. Блин, я тебя потерял, блин. Давай быстрее. Здравствуйте. Можно? Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут несменная Елена Сергеевна. 34 года, к сожалению. Но это факт. А меня зовут Елена тоже. Только Владимировна. Тёска Елена Владимировна. Ребята. Блядь. Канал Вечерний Киров, пожалуйста, ответьте на пару вопросов, пожалуйста. Девчонки, ответьте, пожалуйста, на пару вопросов. Пару неприятных вопросов вам попозже задам. Ребята. Ребя... Ребята, давно проживаете вообще в Кирове? Сколько вам лет? Откуда приехали вообще? В принципе, вы можете что-нибудь разговаривать? С Лобоцкого. Они приехали со Слобоцкого. Ребята, приехали просто к нам. Вечерний Киров с города Слобоцкого. На 102-м? На 102-м автобусе? А обратно когда? Никогда. Вы сразу поняли, что я мужчина? Да. Блин, пранк не удался. Сань, вырубай камеру. У нас сразу же поняли. Что, друзья, наш ролик подошел к концу. Я надеюсь, вам этот выпуск очень сильно понравился. Не забывайте обязательно подписываться на канал, ставить лайки и, конечно же, писать комментарии. Подписывайтесь на парней. Ссылочки на них будут в описании. Переходите к ним на канал. У них тоже очень прикольные и смешные пранки. Ребятки, от души хотел бы вас поздравить с наступающим новым 2024-м годом. Я надеюсь, он будет лучше, чем 2023-й. Желаю всем удачи, успехов. Наверное, самое главное, здоровья. Попушить денег. Короче, желаю всего хорошего в новом году. Пишите комментарии, поздравляйте друг друга, ребят. А также хотел бы вам напомнить про игру. Ссылочка на которую находится в закрепленном комментарии. Переходи, регистрируйся. Проводи приятное время и получай 500% к своему депозиту. А мы с вами прощаемся. До новых роликов. Всем пока. Саня, ты точно сегодня у меня останешься? Сашка, рука быстро домой